Из Днепропетровска приехал Белый Данил. Встречайте! Данил Викторович, ну давайте немножко о себе что-нибудь. Я ваше отчество не знаю, кто же обратился. Владимир Александрович. Владимир Александрович. Да. О себе рассказать? Ну вы же ко мне сейчас обратились, Владимир Александрович. Нет, я просто хотел ответить как-то, чтобы был диалог. Да, понял. Да, так вот, Данил Викторович. Да, Владимир Александрович. Немножко расскажите о себе, ведущем мероприятии, стендапер, троллевали, что-то о себе. Я работал барменом, то есть я не совсем учился, когда учился. Пили все время, да? Не, не пил, я на плаве был везде. Ну хорошо, ну в смысле не злобно, не сослабо. По-доброму. Как они хотели, так они и пили. Так они, ну сами уходили после вас. Я имею в виду, рука легкая, знаете, когда застал уход? У меня было гораздо больше друзей, когда я работал на баре, вот так скажем. Да? Но правда они вас не помнили с утра уже? Они меня помнили все время, пока я работал на баре. Ну понятно. Чем сейчас занимаетесь? Ничем, вот пришел к вам. Правда? Да. Все бросили? Нет, ну что-то иногда работаю, веду там, иногда. Какие-то мероприятия. Да. А учиться не хотите? Хочу. Ну? Ну попозже. Попозже. Нет, в смысле я доучился, я типа не без дарь. Извините, если у кого-то нет образования, я отучился. Вот смотри, какой культурный молодой человек. Хорошо. Ладно, мы поговорили с Данилом Викторовичем, желаем вам выиграть деньги. Спасибо большое. Дань, готовы? Да. Поехали. Недавно девушка мне сказала, Данил, у нас с тобой не будет секса, пока не будет отношений. Но, по-моему, очень глупо начинать отношения с человеком, с которым не знаешь, что как он в постели. Это сложно купить арбуз и не надрезав его, так взять и рискнуть прям. Просто я не могу прочитать о ней отзывы в интернете, даже если бы у нее был сайт, и там были бы максимальные отзывы, и у нее был высокий рейтинг, я бы с ней не спал, потому что у человека есть отзывы в интернете. И знаете, женщина, только женщина может отказать мужчины в любой момент. Когда я жил со своей бывшей, мы Новый год должны были праздновать с моими друзьями, она мне говорит 30 декабря, Данил, а ты уверен, что хочешь Новый год праздновать со своими друзьями? Я говорю, да, в чем проблема, мы уже скинулись, просто это не мои друзья, я там никого не знаю, ты будешь веселиться, а я что буду делать? И ни один мужчина не даст заднюю в последний момент, я не думаю, что когда вы будете лететь на высоте 10 километров, вы услышите из кабины пилота, уважаемые пассажиры, а вы уверены, что вы хотите лететь в Египте? Просто это не мои друзья, я там никого не знаю, вы будете веселиться, а я что буду делать? Недавно садил свою бывшую на улицу и понял, что каждый из нас успешный по-разному. Я ей сказал привет, слышал, ты теперь живешь в Италии, она сказала, привет, слышу, ты ел шаурму. Я думаю, что сейчас вам помогла скорость произношения. А четко прям понятно мне? Да, четко понятно, очень быстро говорите, очень хорошо. Ну что? Ну что, забирайте, нет, идем дальше, конечно. Идем дальше? Да. Сейчас, сейчас подождите, подождите, не жмите кнопку. Пока вы там думаете, я вот хотел спросить, у вас написано посетить гору? Рарайма. Да? Да. Как называется правильно? Рарайма. Рарайма? Да. А где это находится? В Индии где-то, нет? Вот только что я прям гуглил, это Южная Африка. Ой, Южная Америка, Южная Америка. Ребят, на границе... У меня такая страшная мечта с детства, Вить, ты знаешь, страшная именно вот посетить гуру Рарайма. Да, вот только что гуглил, да, в Африи. Ой, в Южной Америке. Ой, не Южно-Северная. Ой, не Америка, Африка. Да, давайте дальше. Давайте. Одна тысяча гривен есть, будет ли выигрыш в пять раз больше? Узнаем, поехали. У меня достаточно долго уже нет отношений с девушками, и я их не завожу по одной простой причине. Я очень боюсь превратиться в того парня, основной целью которого в отношениях является их выяснение. Вы видели таких людей в маршрутках и на улице? Это такие люди с телефона, которые... Алло, что ты так сказала? Я тебе так ответил, то, что ты так сказала. Я тебе... Ты что, дура, или что? А что труп побросали? Я же не бросал... Я не сказал, ты дура, я спросил, ты что, дура? Вот когда правда, тогда смешно. Поздравляем, пять тысяч гривен. Дань, идем дальше. Ну да, давайте пробовать. А что, ты засовневался, да? Не, мне нужно добить шутку, она не добитая. Я добил шутку. Добил? Да. А ты придумал финал? Да, ну, наверное, я хочу попробовать. Хорошо. Я такой, я битый. Да, поехали. Поехали. Знаете, мужчины в наше время перестали ценить женщин. Мужчины, в принципе, не ценят многие вещи. Вот, например, когда мужчина приходит на пляж, он самые ценные вещи кладет на полотенце и накрывает их просто сверху футболкой. Как будто когда-то футболка попрепятствует чему-то. Просто если футболка – это такой крутой уровень защиты, то в следующем фильме с Джеймсом Бондом будет несколько степеней защиты. Вот, скан пальца, скан сетчатки глаза и футболка – секс-инструктор. Плохо добил. Я не знаю, что даже свободных отношений, потому что, по-моему, мнение, свободные отношения могут быть только между бабушкой и дворовым котом. Бабушка кормит кота, кот позволяет себя гладить. Бабушка не ревнет кота к другим котам, кот не ревнет бабушку к дедушку. Бабушка никогда не закалит коту скандал. А-а-а! Сегодня рыбки не будет? Я видел, как ты сидел чуть валя на коленках. Что? И рыбку съесть, и на валю сесть? No granny, no fish. Нет бабули, нет рыбули. Недавно ко мне подошел друг и сказал, Данил, у нас с женой все как-то не так в сексе. Не хватает ощущения, я говорю, попробуйте заниматься сексом перед зеркалом. Когда вы видите себя, вы начинаете отдаваться эмоциям. Он пришел, он следующий день сказал, что я больше никогда не буду слушать своих советов. Сначала она 15 минут протирала зеркало, потом она замыкала. Я остановился, спросил, что такое, она сказала, что я толстая, и начала плакать. Да! Ребят, вам понравилось? Да, 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 да. А тебе это самому понравилось? Ну да, я бы не пришел, если бы не нравилось. А во второй раз придешь? А, да, здрасте. Да, может быть, да, когда-нибудь. Дань, удачи! Спасибо! Счастливо! Счастливо! На самом деле не знаю, что пошло не так. Начал просто перестраивать в порядок шуток. Понял, какие начнут заходить, но слишком поздно это понял. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok